Более 60 единиц техники выстроилась на парковке неподалеку от арены Химки. Снегоуборочные и поливальные машины, тракторы и камазы, начищенные до блеска, как на параде, предстали во всей красе. Так в Химках прошел традиционный смотр дорожной и уборочной техники перед зимним сезоном. Глава городского округа Дмитрий Волошин лично провел осмотр и пообщался с сотрудниками подрядных организаций. Перерыв есть? Есть 12 до часа. Волошин. Понятно. Какие-то просьбы, может быть, есть? От города нужно что-то? Нет, дай колью. Всежитие хорошие. Отношения хорошие. Около 70% всего персонала, принимающего участие в уборке улиц, работают вахтовым методом. Эти люди трудятся уже далеко не первый год и знают территорию Химок от и до. Подрядные организации обеспечивают питание и предоставляют сотрудникам временное жилье. Чтобы работа была эффективной, необходимо предоставить комфортные условия для персонала, отметил глава. Мы понимаем, кто, когда, какую улицу, какой дом, какую дорогу будет убирать. Что хотят люди? Конечно же, какие-то специальные условия, какие-то льготы. Мы сейчас собираем все предложения от рабочих. Эти предложения рассмотрим и везде, где можно будет оказать помощь и пойти навстречу, город обязательно это сделает. Прошлая зима выдалась на редкость снежной. Аномальные снегопады то и дело обрушивались на всю территорию Московской области. Чтобы эффективнее справляться со стихией, Дмитрий Волошин поручил увеличить количество персонала и единиц техники к новому сезону. На самом деле поставлена задача главой, она абсолютно точно будет выполнена. Увеличение количества единиц техники уборочной на уборке уличной дорожной сети до 100 единиц. Соответственно, рабочих до 150 человек. Этого более чем достаточно для того, чтобы содержать территорию уличной дорожной сети, тротуаров в абсолютной чистоте. Жилые дома на территории всего городского округа будут убирать более тысячи человек. Подготовку дорожно-уборочных служб оценили положительно.